Сегодня мы поговорим о мифах и легендах древних мейкеров, связанных с платформой Ардуино. В 2005 году появившаяся на свет платформа Ардуино сколыхнула мир любительской электроники. Создавать свои гаджеты стало так же просто, как макарошки сварить. Это раньше необходим был диплом инженера, знание низкоуровневого программирования, схемотехники и прочего rocket science. А еще нужно было прикупить себе всяких электронных штуковин, типа тестеров, программаторов, отладочных плат. Но проект Massimo Bansi перевернул DIY с ног на голову. И как любая революционная технология, Ардуино обросла легендами и мифами. Сегодня мы разберем самые популярные. Говоря об Ардуино, мы первым делом представляем себе вот это. Но Ардуино это не конкретная плата, контроллер или микросхема. Это платформа, включающая в себя не только аппаратную, но и программную часть. Среду разработки с библиотеками и драйверами. Тернистый путь Ардуино начинается в небольшом итальянском городке Иврея, где доцент местного института Massimo Bansi сталкивается с конкретной проблемой. Обучение студентов основано на использовании платформы BasicStand. Маленькой плате, программировавшейся на диалекте Basic. Производилась она в Америке, стоила больше сотни баксов, а использование Basic накладывало серьезные ограничения на сложности и быстродействие доступных проектов. Пораскинув мозгами, Massimo решает сделать свою образовательную плату, чтобы она производилась где-нибудь поближе и стоила раза в три дешевле. Так к проекту присоединяется Джан-Лука Мартино, инженер, а по совместительству владелец небольшого цеха по производству печатных плат. Его участие позволило снизить стоимость готового устройства до 30 долларов. Или, как любят выражаться Bansi, до стоимости обеда в пиццерии. Для платы даже не пришлось придумывать процессор. На это попросту не хватило времени и денег. Поэтому мозгом первой Ардуино становится предельно дешевый чип от Mega 8. Замену коммерческому Basic тоже искали недолго. Приятель Bansi, Кейси Рис, как раз работал в Массачусетском технологическом над явоподобной средой разработки процессинг. Концепция доступной и понятной среды так понравилась Massimo, что он предложил одному из своих студентов разработать похожее решение, только для C++. Так на свет появился вайринг, позже ставший основой для Ардуино и DE. Именно сочетание доступной платы и понятной среды разработки стало залогом популярности платформы Ардуино. Перед вами третья ревизия платы для разработки Ардуино Уно. Самая популярная из всего семейства. Именно под этот форм-фактор выпущено большинство шилдов, плат расширяющих ее функционал. Но это далеко не единственная Ардуино. Это Ардуино Нано и Микро. Предельно компактные, они подойдут для проектов в коробках от леденцов. Юн и Тиан. На них крутятся Linux сервера, которыми можно управлять через консоль и при желании даже организовывать онлайн-трансляции. Платы LiliPad разрабатывались для носимой электроники. Их можно не только сшить скетчами, но и в прямом смысле слова пришивать нитками. Дредноут класса Ардуино Мега. Настолько здоровый, что вмещает сразу два шилда. Но есть и кое-что побольше. Ардуино Робот. Огромный бутерброд из двух плат по совместительству являющийся мобильным ботом. И это далеко не весь список. Вы можете подобрать себе платформу, исходя из конкретной задачи. Цели проекта, использованных в нем модулей, размеров других компонентов и габаритов корпуса. Да, Уна самая популярная и узнаваемая платформа из семейства Ардуино. Но и у нее есть ряд недостатков. Например, при ее использовании невозможно работать с модулями через аппаратные пины ЮАР, если плата подключена к компьютеру. А некоторые пины имеют двойное назначение. Так, последовательный интерфейс выведен на 11, 12 и 13 пины. И если вам понадобится работать с SPI шелдами, количество пинов общего назначения сократится. Кроме того, для подключения к компьютеру плата использует отдельный микроконтроллер. Это усложняет архитектуру и не дает из коробки подключить ее к хидустройству. То есть, делать из Уна джойстик или виртуальную клавиатуру довольно сложно. В качестве своеобразной работы над ошибками инженеры Ардуино выпустили другую плату в том же форм-факторе. Леонардо. Здесь два контроллера заменили на один, но более мощный. Увеличили количество аналоговых и цифровых пинов. Вывели отдельные пины под UART-SPI и заменили громоздкий Type-B на micro-USB. Плата получилась удобнее, технологичнее и дешевле. Действительно, первые Ардуино собирали в Италии. Но когда перед основателями встал вопрос о расширении производства, произошел раскол, более известный как Ардуино-войны. Массимо Банци считал, что расширяться стоит за счет мощностей в США. А владелец завода в Италии, Джан Луко Мартино, был решительно против. Компания разделилась на две части. Только в 2017 году сторонам удалось прийти к мировому соглашению. И сейчас производство переезжает из Италии в США. И именно с этим связан ощутимый дефицит плат Ардуино в России и Европе. А это уже другая крайность предыдущего мифа. Платформа Ардуино — опенсорсный проект, то есть распространяется бесплатно и в открытом виде. Софт и вся необходимая документация для производства плат, а также схема и описание, доступны на официальном сайте. Вы даже можете собрать Ардуино своими руками. Как это сделать, мы рассказали на Вики Ампер Каду. Но есть один нюанс. Если, используя открытую документацию, вы производите свои платы, вы не можете называть их Ардуино. Именно поэтому фирменная плата от Сид Студия называется Сидуино. По тому же принципу существуют Фридуино, Бабуино, Ванилино и прочие Диаболино. Естественно, наши собратья из Поднебесной выше всех лицензионных предрассудков. Поэтому из Китая к нам едет вал настоящих Ардуино с гордой надписью «Mate in Italy» на борту. Отличить их довольно просто. В первую очередь по некачественной печати, цвету маски, расплывающимся надписям, кривой пайке и прочим косякам. При этом работать они могут вполне приемлемо. А могут и беспричинно глючить. Тут уж как великий китайский рандом сложится. Понимая, что для многих наших братьев по паяльнику цена на оригинальные Ардуино довольно существенна, а желание плодить свои электронные девайсы заставляет их играть в китайскую рулетку, мы пошли путем Massimo Banser и открыли свое производство поближе, в Питере. Под собственным брендом и со своей гарантией. Первые решили произвести платформу Iskra Neo, аналог той самой усовершенствованной Ардуино Леонардо. Мы добавили регулятор питания помощнее, заменили керамический генератор тактовой частоты на неприхотливый и надежный кварц, сделали маркировку нагляднее. Так на свет появилась Iskra Neo. За два с половиной года плата прошла испытания сотнями реальных проектов, и мы настолько в нее уверены, что пустили в святая святых. Набор Матрешка. Ведь Iskra оптимальна для знакомства с миром электроники. Собирайте проекты своими руками. На Ардуинах, Iskraх, да хоть на картонках. И делитесь с нами в соцсетях под хэштегом Amperka. Оставайтесь на канале, впереди еще целое море крутейших железок, невероятных электронных историй и до скорого. В общем, я не могу про это не рассказать. Сейчас миф для самых взрослых. Будто бы Ардуина названа в честь великого короля Италии. В Италии действительно был король Ардуин. И запомнился он в основном тем, что бегал от Генриха II по всем горам Италии. Так почему же Массимо Бансо назвал его в честь свой проект? А Массимо назвал свой проект в честь своего бара, который принадлежал его семье долгие годы. Довольно уютного, кстати. А бар, конечно, назвали в честь короля, но это совсем другая история. В общем, живите с этим. Продолжение следует...